Хотели бы взглянуть изнутри на то, что происходит на той или иной работе? Сегодня я предоставлю вам такую возможность. Профессии, которые специализируются на обслуживании уличных объектов, одни из самых суровых. Примерно так выглядит лицо трудяк, которые весь день проводят на 50-градусном морозе. Вы когда-нибудь отмечали Новый год в ресторане? В этот день сотрудники работают на полную, чтобы ваш праздник остался в памяти навсегда. А так выглядит их праздничный ужин в новогоднюю ночь. Некоторые люди настолько любят животных, что всю свою жизнь посвящают им. Да-да, я имею в виду ветеринаров. Во время работы им приходится сталкиваться с самыми разными пациентами. Так выглядит ежик, которому делают анестезию. Привет, с вами канал Фактория. Пока вы мирно обедаете за своим столиком в кафе, на кухне творится настоящий хаос. И случаи, когда всё выходит из-под контроля, совсем не редкость. В такие моменты остаётся только присесть и немного поплакать, а затем начать переделывать блюда. Спасателям хочется сказать отдельное спасибо, ведь они постоянно работают в экстремальных условиях. Парни ещё не успели до конца откопать, а он уже сидит в телефоне. Дистанционное обучение внесло в работу преподавателей совершенно новые процессы. Так выглядит профессор, который в своём гараже ночью записывает для обучающихся очередную лекцию. Многие считают, что повара и в свободное от работы время готовят изысканные блюда. Но это совсем не так. Их обед, скорее всего, будет напоминать нечто подобное. Мы много раз видели в кино, интернете или на фото, как художники целыми группами рисуют людей с натуры. А так выглядят сами творцы глазами натурщицы. Среди нас есть любители театра. К тому, что происходит на сцене, мы уже привыкли. Но так выглядит рабочий день актёров в гримёрке, куда простой человек попадает крайне редко. У моего мужа не самая простая работа, но ему нравится. Сегодня он прислал эту фотографию с подписью «Просто ещё один сложный день». Когда вы что-то примеряете в магазине, то потом сотрудники убирают за вами горы товара. Это касается и магазинов оптики. Все эти оправы примерили по одному разу, и теперь они ждут дезинфекции. «Работаю в супермаркете. Бесплатные закуски в комнате отдыха будут разнообразными», — говорили они. Звучало так заманчиво, но горькая реальность в прямом смысле заставляет плакать. Сегодня я разгрузила свою первую партию товаров, которые привезли на этих тележках. На это ушло около двух часов, но зато теперь я горжусь собой. Иногда на кухнях ресторанов места для готовки намного меньше, чем приходит заказов из зала. Так выкручиваются повара, которые работают в одном из самых оживлённых мест Калифорнии. Мой коллега — детский хирург. Перед выпиской он просит детей нарисовать ему рисунок на память. Так выглядит его рабочее место. Оно вдохновляет и заставляет работать дальше. Каракал — это хищник из семейства кошачьих, который внешне напоминает рысь. Некоторые люди заводят их в качестве питомцев. Маленькая владелица большой кисы подарила ветеринару этот рисунок после того, как он вылечил её любимца. Если вы думаете, что у ювелира крайне чистая работа, то сильно заблуждаетесь. Так выглядят их руки после часов, проведённых за полировальными кругами. Перед вами моё рабочее место. На эту часовую башню я поднимаюсь каждый день, чтобы обслуживать её. Обожаю своё призвание. Присылайте по ссылкам в описании под видео особенности своей профессии. Работаю мусорщиком. Ежедневно мне приходится освобождать этих маленьких хулиганов из контейнера. По-моему, они уже даже привыкли к моим утренним визитам. Строителям лучше передвигаться в очках и в респираторах. Почему? Да потому что в воздухе всё время плотная завеса пыли. Так выглядит наушник после одного рабочего дня на стройке. Работаю в автомастерской. Пробитое колесо – одна из самых популярных причин посещения нашего сервиса. Перед вами коллекция предметов, которые я за пять лет вытащил из шин. Моя специальность никак не связана с творчеством. Но чернила принтера на моей работе постоянно образуют такие причудливые сталагмиты. Устроился в букинистический магазин. У нас огромный ассортимент. Перед вами только один из складов с книгами. А у нас таких целых три. Часть моей работы заключается в том, что я фотографирую танкеры с вертолёта. Если вы считаете, что это круто, то да, так оно и есть. Каждый раз испытываю бурю эмоций. Если вы до сих пор чаще пользуетесь настоящими деньгами, а не банковскими картами, то регулярно мойте руки. Так выглядит перчатка-кассира, который отработал всего лишь два часа. Я провожу конные прогулки по живописным местам. Несмотря на то, что занимаюсь этим уже давно, восхищаюсь видами так же сильно, как и в первый раз. Как же я люблю своё дело. Надеюсь, вы не считаете, что завод – это место для суровых мужиков, которые умеют выполнять только тяжёлую ручную работу. Иногда в цехах встречаются и творческие натуры, которые способны украсить весьма непримечательное оборудование. Перед вами микрофон сотрудника, который обрабатывает заказы на отправку. Люди постоянно путают его с держателем для ручки и пытаются запихнуть её внутрь. Пришлось даже табличку повесить. Летняя работа на улице ничуть не лучше зимней. Особенно, если речь идёт про какой-нибудь регион по типу Ямала. Потому что без специального костюма, который будет защищать от комаров, здесь никак не обойтись. Я – волонтёр в Центре помощи Диким Медведям, который находится в Хорватии. Хочу поделиться с вами фотографией нашего друга, который обожает релаксировать таким образом. Если вы до этого по каким-то причинам пили воду из-под крана, то сейчас у вас пропадёт всё желание делать это в будущем. Так выглядят трубы, по которым течёт холодная вода. С этим зрелищем постоянно сталкиваются сантехники и строители, которые их меняют. Пожарники – благородные и смелые ребята. Один из главных плюсов этой работы заключается в том, что в свободное время своей девушке можно сделать предложение самым необычным способом. Не меньшей смелостью обладают и моряки. Посмотрите на то, как он уверен в себе, и представьте свою позу, если бы вы находились на его месте. Скорее всего, вам вообще было бы не до фотографий. Я изготавливаю на заказ линзы для очков. Так выглядит линза с диоптриями минус 18. Теперь вы видели в этой жизни всё. И да, следите за своими глазками. В городе ремонтировали дороги, поэтому некоторые курьеры решили подстроиться под ситуацию. И выбрали самое вездеходное средство передвижения. Много лет работаю в службе доставки. И сегодня мне вручили это кольцо в качестве вознаграждения за мой аккуратный стиль вождения. В каждой работе есть свои плюсы. Вам когда-нибудь хотелось побывать в кабине башенного крана? Так видит мир человек, который каждый день поднимается на него. С боязнью высоты там делать точно нечего. А так выглядит место, которого избегают обладатели другой фобии – боязни сцены. Вы всё верно поняли. Пока мы наблюдаем за игрой оркестра, музыканты наблюдают за нашей реакцией. Уголок, где трудится сапожник. Хоть производство нельзя назвать масштабным, но зато место крайне уютное и кому-то должно прийтись по душе. Но, а я знаю, что может понравиться большинству из вас. Наш второй канал – видеомикс. Ссылка на него будет в описании. На стадионах есть особые VIP-места. Но самое престижное место всегда будет у людей, которые обозревают мероприятия. Перед вами вид с кабины футбольного комментатора. Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит производство пассажирских самолетов? Сейчас и на этот вопрос вы получите ответ. В таких цехах работает персонал, который создаёт железные птицы. Производство обуви нельзя полностью автоматизировать. Ручная работа в любом случае будет присутствовать. Перед вами процесс создания кроссовок. После того, как вы посмотрели фильм в кинотеатре, вы выходите из зала, и на этом сеанс окончен. Но далеко не для всех. Персонал кинотеатра иногда сталкивается с настоящим кошмаром. Такое количество жевательных резинок я отодрал с нижней части столов бара, в котором работаю. Неужели нельзя избавиться от жвачки более культурным способом? И ещё одна порция находок сотрудника уже другого бара. Столько удостоверений и банковских карт посетители забыли после Дня Святого Патрика. В этом году я впервые устроился на летнюю работу. Это количество скрепок я собрал за первые два месяца со всех документов, которые мне нужно было распаковать. В работе системных администраторов есть свои особенности. Молоток с надписью «Сброс всех настроек» был найден в серверной одной из крупных компаний. Работаю в больнице не первый год и повидал уже многое. Но недавно у нас произошло такое ЧП. Ни с чем подобным до этого я ещё не сталкивался. Я бариста в небольшой кофейне. Недавно мой босс случайно высыпал сырые кофейные зёрна в обжаренные. Теперь мы отделяем 10 тысяч зёрен вручную. А пока на этом всё. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании под видео.